Пилотажная группа «Русские Витязи» основана в 1991 году, 5 апреля, из лучших военных летчиков подмосковной авиабазы «Кубинка» и входит в состав 237-го Центра показа авиационной техники имени Кожедуба. Пилоты группы выполняют одиночный и групповой пилотаж в составе 4 и 6 истребителей 4-го поколения Су-27, который по праву считается одним из лучших истребителей мира 80-х-90-х годов и пользуется большой популярностью у летчиков и инженерно-технического состава. С момента своего основания «Русские Витязи» регулярно проводят показательные полеты в небе России и за ее пределами. Зрители Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии, Германии, Австрии, Словакии, Польши, Соединенных Штатов Америки, Канады, Китая, Малайзии рукоплескали мастерству летчиков, великолепию и грациозности их самолетов. Уникальность «Русских Витязей» состоит в том, что это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса тяжелых истребителей. Суммарный вес группы из шести самолетов при выполнении пилотажа составляет около 150 тонн, а размах более 75 метров. Он отойдет. Музыка 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 Ориентируйтесь, если что, тут кто потерялся, вода может быть трусная. Ориентируйтесь, если что-то такое, вода может быть трусная. Для пилотов группы высшего пилотажа все то, что мы включаем в понятие экстрим, прежде всего ежедневная работа. И здесь, на отдыхе, на южном берегу Крыма, наверное в крови у каждого образовался дефицит адреналина, наркотика для настоящих мужчин. По прибытию в бухту с окращением мы быстро приготовили снаряжение. И практически через 10 минут все были готовы прыснуть в кровь адреналина. Игорю, Дмитрию и Владимиру предстояло совершить вместе с нами погружение на 20-метровую отметку. Причем в условиях очень низкой видимости, порядка 3-4 метров. А также зайти всей командой в подводный грот, который находится на глубине 3 метра на юго-восточном мысе бухты. Протяженность грота 25 метров, ширина прохода 1,5-2 метра. В конце рот расширяется. И там вся команда должна развернуться и затем в том же порядке выйти из него. Небольшое волнение создавало реальность. Волны то втягивали, то вновь отбрасывали назад дайверов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Видимость действительно была очень низкой С трудом видели очертания друг друга, зато на место была установлена рыбацкая сеть Постепенно набрав глубину, приняли решение идти к берегу, так как из-за плохой видимости практически очертания дна и подводных скал не было видно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok